Здравствуйте, присаживайтесь, пожалуйста. Получитель фонда заслуженного мастера спорта Сергея Пчукова, Амеда Пропаил. Ну и расскажите, что нам сегодня? Не стоит увидеть, какая новинка в матчах. Новинка какая? Хоккей. Фонды создали для того, чтобы вернуть хоккей-низу. И дворовой спортпят, чтобы дворовые клубы возразить золотую шайбу. Сейчас вот фон Бусева учредил неплохие, но приятные кризы лучшему игроку матча. По окончании каждого матча... На вас? Да. По окончании матча будет получаться памятный приз. Лучшему игроку матча. По мнению фонда Бусева. Ну расскажите, по каким критериям будет оцениваться лучший игрок? Ну, результативность придется у людей, то есть пас-гол. То есть, по личным показателям, гол плюс пас будет выявлено лучший игрок? Да. Ага. Ну и сколько всего игр в эти выходные будет проходить в Лидон-2-С? Четыре. Четыре игры? Какие команды будут сейчас? Команды будут не путник князи Тагил и не на Ург, а не на Горг. Какие возраста? 2005 год и ЮХЛ. Ну и думаете, вот эта награда как-то простимулирует ребят? В следующих играх еще лучше? Конечно. Думаю, что да. Это, конечно, не особо ценный приз. Но все равно приз приятный. Человеку на память, когда ему останется. В дальнейшем, может быть, будет им большая награда. Он будет только еще в начале пяти. Но думаем, что сейчас будем каждый матч стараться награждать лучших игроков. А были ли подводить итоги всего сезона? Кто больше таких призов получит, лучший игрок матча? Ну почему нет? Конечно, да. То есть будет у ребят стимул больше таких призов индивидуальных получать, и в конце сезона лучше еще получит, еще дополнительные награды? Конечно, да. Однозначно. Ну, поделитесь вашим планом, вашего фонда, какие планы на этот год. Может, какие-то конкурсы будете участвовать на гранды? Нет, на этот год у нас идут переговоры с администрацией. Владислав Юрьевич Пинаев пошел нам на встречу после нашей встречи. Сейчас решается вопрос о выделении нам двух участков по строительству многофункциональных спортивных площадок. Будем строить площадки, возрождать дворовой спорт. А в каких районах уже известно? В каких районах? Да. Да, это район Моцарева. Территория снесенного дома престарелых, где должны были строить. И район Пестовые горы. Это старая лыжная база, гора Пестовая. Прямо на территории лыжной базы? Нет. Нет? Старая лыжная база, это гора. Гора Пестовая, пол. Там у подножия этого холма. Ну, в каких-то конкурсах будете заявляться? Допустим, стартовал конкурс, и выдаёшь город, и где будете туда подавать заявки? Конечно. Конечно, будем везде подавать свои заявки. И в частности, на получение грандов президентских и федеральных. На строительство и проведение. На то, чтобы мы могли людям какую-то давать за игру. Не просто, чтобы они подели, а что-то подели. Может, еще раз скажешь, чего не хватает на стадионе? Может, во время матча каких-то дополнительных? Посещаемость малая. Посещаемость, честно, увеличивается каким-то образом. А за счет чего можно посещаемость увеличить? Как ваше мнение? Ну, нельзя больше рассказывать о хоккее. Допустим, сделать какую-то, какие-то комментаторские варианты. То есть, допустим, чтобы каждый матч комментировался где-то в открытой фирме, в группах, в контактах. Может быть, на нашей странице или еще. Это все, об этом мы смотрим и думаем. Решаем, как это делать. Не просто доступно, чтобы люди знали, что хоккей есть. Хоккей не умер. Нет командных мастеров. Но есть дети. Смотрите, какая игра. Ну, спасибо вам большое за интервью и удачи вам в таком хорошем деле. Спасибо.